Добрый день, уважаемые телевизоры! Добрый день, уважаемые телезрители. Телерадиокомпания 27+, сегодня работает для вас в прямом эфире. У нас всероссийские соревнования по универсальному бою среди юношей и девушек, и мужчин и женщин. Сразу хочу обратить внимание, что состязания проходят на двух коврах, и вот тот ковер, который более маленького масштаба, там будут проходить возрастные группы юношей и девушки. Мы же с вами будем наблюдать трансляцию с большого ковра, где будут выступать мужчины и женщины. И вот сейчас мы уже видим то, что первая пара, спортсмены прошли полосу препятствий и готовятся к второму раунду для того, чтобы выйти на ковер. Участники первой пары, боец в красном, это Шкуратенко Никита, представитель Кемеровской области, и Абдул-Халим Джавадханов, также представитель Кузбасса. Весовая категория 95 кг+. Комментировать поединки я буду не один, вместе со мной победитель первенства мира среди юниоров 16-17 лет, Николай Азаров. Николай, приветствую тебя. Николай, давай я сейчас кратенько представлю бойцов, а уже что касается самого поединка, ну походу будем вместе общаться и комментировать. Итак, боец в красном, Шкуратенко Никита, боец 2000 года рождения, 20 лет ему, представляет город Кемерово, имеет звание кандидат мастера спорта. Абдул-Халим Джавадханов, боец в синим, представляет город Прокопьевск, занимается у заслуженного тренера России Евгения Валерьевича Конзачакова, является мастером спорта России международного класса. Это звание он буквально получил вот на этих же соревнованиях, на открытии ему был вручен знак. Боец в синим, представитель города Прокопьевска, является чемпионом мира 2018 года. Ну а пока мы ждем начала поединка. По этой весовой категории стоит сказать, что количество участников всего трое, поэтому здесь нет классической схемы полуфиналов и предварительных поединков. Здесь идет круговая система. И соперник Никита Шкуратенко уже выступал вчера. Сегодня это его второй поединок. У Абдул Халима сегодня будет два поединка. Да, мы видим то, что расстегнулся шлем. Что в таких случаях, Николай, происходит? Секунданты поправляют шлем. Но какое-то техническое время ничего такого нет, да? Техническое включается, но это... Ну, незначительно. Да. Ладно, давайте наблюдать за поединком. Вот. Ну, видно, что более хладнокровен Абдул Халим. Все-таки сказывается... Абдултный бросок такой был. Да. Насколько баллов? Опять два балла. Опять шлем слетел. Подсказывают бойцу в красном, что не нужно лезть в борьбу. Да, он работает с ног, начинает. Но это же для него же опасно, если Абдул Халим борется хорошо. Что будет ловить ноги. Вот, да, 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 вот о чем мы и говорили. То, что только попытка пробить лову и сразу перевод в борьбу от Абдул Халима. Вот еще раз мы видим. Еще два балла. Сейчас будет шлем менять. Какая-то беда со шлемом у Прокопьевского спортсмена. Я напомню то, что финальные поединки подразумевают, помимо полосы препятствий, которую проходят все бойцы, еще четыре раунда в ринге, ну или на ковре в данном случае. То есть предварительные поединки, как правило, идут два раунда на ковре. Абдул Халима из рук хорошо работает, да, и сразу в борьбу. Ну, видно, да, видно, что очень отличается класс бойцов, что все-таки кандидат мастера спорта и мастер международник. Прям грамотно работает. Ныряет под удары. А на подобного рода соревнованиях явные преимущества возможны? Да, они везде возможны. И победа за явным преимуществом при какой разнице в очках присуждается? Там судьи дают оценку. Если сильно разгромный счет, то поединок останавливается. Но здесь мы видим то, что Прокопьевский спортсмен подобрал ключ и, в общем-то, одним и тем же приемом постоянно зарабатывает себе баллы. Вот, вот еще раз. Еще два балла. Ну, я думаю, что если поединок в таком ключе будет продолжаться, его, как вот ты говоришь, наверное, в скором времени остановят, да? Это отсчитывает нокдаун. Ты Халку сбил. Ну, в этом раунде, я думаю, то, что... Я думаю, если Абдул-Халим не начнет дышать, то он уже во втором-третьем раунде. Это сейчас полуфинал же у них, да? Они выступают по круговой системе. То есть, соперник Абдул-Халима уже вчера встречался с Копыловым Владимиром. А Абдул-Халим сегодня встречается с Шкуратенко Никитой и последней парой он будет встречаться с Копыловым Владимиром также, о котором я говорил. Ну, да, вот закончился поединок. Раунд, да, закончился. Судьи озвучили нам счет встречи 5-16. Так, это третий раунд. Третий, решающий раунд. Бой! Вот я говорил о том, что поединки проходят по 5 раундов. В случае с круговой системой, главный судья озвучил, что этот третий раунд завершающий. Ну, я думаю, здесь Абдул-Халим также докажет, что не просто так он носит звание мастера международника. Очень хорошо двигается на ногах. И опять этот проход. И опять 2 балла. Нет баллов. Ну, видно, что Никита понимает, что нечего терять, пытается идти вперед, но Абдул-Халим просто ловит его на ошибках. И продолжает реализовывать свой подобранный ключик. Здесь попытка болевого, наверное, нет, не получится. Боец в красном уже начинает потихоньку дышать, потому что борьба очень сильно изнашивает. Разложки ручкой. Тем более, в тяжелый весовой это очень тяжело. Да, ну и нужно сказать, что для категории 95+, здесь и удары достаточно весомые, и чувствуются. И несколько таких хороших ударов плюс. Да я бы даже не сказал, что они медленные. Они, в принципе, быстро летят удары. Плюс вот такие вот, как мы видим, броски, они очень сильно сбивают дыхалку Никите. 30 секунд у нас осталось до конца раунда. Но я думаю, здесь даже на лаки панч надежды нету, потому что у красного уже силу Никиты Шкуратенко. Да, сил нету. Что это было ударить? Да, ударить лолки громазу. Ну, это спорт, тем более быстрый, динамичный спорт. И бывает всякое понятно, что это неумышленное действие. Вот хорошо сейчас. Тут Халим слева пробил. Ну и очередной бросок на 2 балла. Не оставляет шансов. Как раз-таки играет роль вот эта разница в классе. Ну, в любом случае, для Никиты это колоссальный опыт. Здесь, я думаю, он увидел все минусы. То есть, в первую очередь, надо работать над борьбой. Ну, в этом поединке, несомненно, победу одержал наш Прокопьевский боец. И мы сегодня еще увидим его, увидим в последней паре. Ну, а между тем, у нас готовится следующая пара. Так, сейчас это у нас малыши пройдут полосу препятствий. И после этого у нас будет вторая пара на ковре. Ну, пока есть пауза. Сейчас мы посмотрим, как проходят малыши полосу препятствий. Внимание! Марш! Первый элемент это лабиринт. Змейка. Змейка, да. Дальше идет рукоход, но малыши его не проходят. Прыжок через козла, скамейка, кувырок. И дальше они метают метание мяча, да. Да, ну, а вот сейчас к прохождению полосы препятствий готовятся юноши 16-17 лет, весовая категория 55 килограммов. Илья Коинов, представитель Кемеровской области. И Пастушенко Дмитрий, также Кемеровской области. Илья Коинов. Имеет первый спортивный разряд. Занимается под руководством Владислава Станиславовича Раджабова. Спортсмен 2004 года рождения. Вот мы видим его в красном. Его соперник в синем Дмитрий Пастушенко. Представляет город Топки. Также имеет первый спортивный разряд. Занимается под руководством Гробко Данила Игоревича. Вот видите, взрослые спортсмены проходят рукоход. Также идет метание. Синий Дмитрий Пастушенко оказался первым на полосе. Илья Коинов, спортсмен в красном. Является бронзовым призером первенства России 2020 года. Ну, мы ждем начала второго раунда. Да, полосы. Да, полосы. Глазов первый в принципе. На середину. Второй раунд. Второй раунд. Бой! Ну, наверняка ребята не один раз уже встречались на различного рода соревнованиях. Тем более, что с одного региона и прекрасно знают друг друга. И я думаю, что здесь скорее тактический такой поединок. То есть, кто кого чем удивит. Бросок в исполнении Дмитрия Пастушенко. Сразу заметна другая скорость, да? В более легких и высоких категориях. Движения совсем другие даже. Слева зашел, справа. И зашел справа лол кикой и закончил левой рукой. Бойцы готовятся к непосредственному третьему раунду. Раз. Два. Стой, кучик. Три. Бойцы с красного угла также очень хорошо от борьбы защищаются. Работает. Снизу встречать, внизу. Да, первое техническое действие было у синего, но красный по ходу поединка, это, ну, как по мне, так больше показывает активность. И хотя не все удары точные, но тем не менее, красный пока, по сути, по моему мнению, лидирует. Лидирует, да. Здесь мы видим, что синий заход скрутил, поймал на движение. Три-два, да. Красный выиграл полосу. Да, красный получается выиграл полосу. И еще у него было попадание мяча. Это также бал в следующем раунде. У юношей 16-17 лет в финальной поединке 5 раундов или 3 состава? Три. Три раунда, да? Мужчин 5. Смотрим, третий заключительный раунд. Синий понимает то, что он проигрывает два раунда, и здесь нужно, ну, только явно выигрывать, либо чисто, либо болевым. Поэтому сейчас, думаю, что мы увидим... Будет до конца идти вперед. Да, каскад ударных действий, и спортсмен будет изо всех сил пытаться завершить поединок досрочно. В общем-то, первые секунды раунда это и показали. Вот ему надо меньше вот так вот двигаться впустую, больше работать. Ну, как по мне, спортсмены приблизительно одного уровня подготовки. В принципе, да. Здесь, да, и я говорю, что, скорее всего, они уже не один раз встречались, и здесь больше такой тактический поединок. Красный понимает то, что он выйдет, да, и он больше осторонничеет не идет. Да, угу. Да, красный более уверенно себя чувствует. Поэтому, ну, ему нет смысла рисковать. Заневедение. Что случилось? Я даже, честно, не понял, что говоришь, что нужно помнить. И вот как раз таки про то, что я говорил, что хорошая защита от борьбы. Ну, как ни пытался Дмитрий Пастушенко вытащить поединок в свою сторону, не получилось. Илья Коинов победитель этого поединка. Поздравляем спортсменов. Конечно, выражаем свое уважение Дмитрию Пастушенко. И ждем начало следующей пары. Это будет Юрий Климчук, представитель Кемеровской области, и Вячеслав Забиров из Челябинской области. Юрий Климчук, победитель первенства мира 2019 года, представитель города Прокопьевска, занимается... У Евгения Валерьевича Конзачахова имеет спортивный разряд, кандидат-мастера спорта. 17 лет спортсмену, 11 из них занимается... спортом. Его соперник в синем Вячеслав Забиров, также 2004 год, занимается 3 года, имеет первый спортивный разряд и является победителем Уральского федерального округа. Смотрим, как спортсмены готовятся к прохождению полосы. Вячеслав, также 2004 год, представляет команду Челябинской области. Занимается 3 года, имеет первый спортивный разряд, лучший спортивный результат первого резца на первенстве Уральского федерального округа. Тренирующий под руководством Каинова Руслана. Время раунда. В этом раунде на счетах 4-4 по первому техническому выигрывает Сиди. Все в поединке 0-2. На старт. Внимание. Марш! Началась по сопрепятствии. Да, Юра выигрывает полосу. Нет, одинаково, да, приблизительно проходят спортсмены. На самом деле Юра очень быстро бегает полосу. Ну и нужно сказать, что Юра достаточно, да, вот он выиграл, достаточно перспективный спортсмен. Он это неоднократно доказывал своими результатами. Он разнообразный такой боец. Он как дерется хорошо, так и борется. Он бьет и руками, и ногами. Очень хорошо. Я думаю, в этом поединке он является фаворитом. Это даже можно сказать. Ну, у него почти в 4 раза больше опыта. Ну и результаты первенства Уральского федерального округа. И победитель первенства мира. Все-таки это немножко разные вещи. Ну, это спорт. И, как говорится, Римск покажет. Все-таки это все, да. 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 Рисовая категория у ребят до 60 килограммов. В любом случае, если парень дошел до финала. Это уже что-то дозначит. Это уже что-то дозначит, да. И просто так, абы кто сюда не проходит. Такие броски не оцениваются универсальным броцом? Два балла дали. А, дали два балла, да. Какой мощный удар. Хороший удар. Сейчас, наверное, будет перевод. Не получилось. Да, видно, хорошо контрит борьбу. Вячеслав Забиров. Получил замечание. Боец синего. Скручивание шеи запрещено. Тоже. Как по мне, здесь два балла. Удар, да, зашел. Но даже немножко, по-моему, потерялся. Спортсмен в синем. Замечание вновь за скручивание. Здесь уже предупреждение. Балл красного. Более хладнокровно на ковре ведет себя Юра. И вот два балла. Два балла. Два балла и попытка болевого приема. Стоп. На старт. На маня. Бальше. 8-2. Здесь поднимка. Борь. Есть. 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 Стой. Стоп. Стоп. Есть. Борь. Нужно в порядок привести экипировку спортсмену в синим. Все-таки, да, опыт дает о себе знать, да, то, что очень сильно нет ни мандража, никакого хладнокровного подхода. Здесь все действия грамотно делаются. Бой! Еще раз слева уйдет. 8-2. Балл синему. 1-2. 2-3. 3-4. Затягивай, затягивай, затягивай. Стоп! В угол. В этом грамме зачетом 10-3. Попеда льдастом. Даже такой разгромный счет, можно сказать, 10-3, да. Счет по раундам 2-0 в пользу Прокопьевского спортсмена. Прокопьевский спортсмена приготовится в третьем последовательном раунде. Пригнаем по финальной перерыве на 50-е годы, 60-е годы, годы, 16-е годы, 16-е годы. Приготовят на 50-е годы, 65-е годы, финальный перерыве на 16-е годы, 16-е годы, 16-е годы. Пердюгин и Юрий. Лянхин и Дмитрий. Третий заключительный раунд. 2-0. Спортсмен из Прокопьевска впереди. Здесь, я думаю, что так же, как и в предыдущем поединке, спортсмен из Челябинской области будет идти ва-банк. Я думаю, БС Красного не даст этого сделать. Ну да, да. Опыт все-таки даст. Даже наоборот. Юрий работает первый. Поддавливает все время. Один за другим лоу заходит у Юрия. И вновь перевод. Да. Нет активных действий. 5 секунд в партере. Поединок переходит вновь. Я думаю, в таком ритме он пройдет весь этот раунд. Ну, хороший удар. Справа зашел, да. И вновь 5 секунд в стойку. Просто не дает одуматься бойцой с синего угла. Ну, Юра нащупал ключ, нащупал свою тактику и ее придерживается. И грамотно ведет поединок к концу. Переход на удушающий. Да, попытка удушающего приема. Безрезультатная. Счетов в одном раунде уже 6-2. Бал. Бойцы готовятся к третьему записыванию раунда. Бегер без оценки. Такая заруба произошла в захвате. Ну, Вячеславу Забирову нужно что-то делать. Он проигрывает. Все. И делать что-либо уже поздно. Не оставил шансов. Да. Ожидаемый результат от Юрия Климчука, который становится победителем всероссийских соревнований по универсальному бою. С чем мы его и поздравляем. И, конечно же, большое спасибо Вячеславу Забирову из Челябинской области. У нас продолжается категория юноши 16-17 лет. Весовая категория до 65 килограммов. Спортсмен в красном Юрий Бердюгин. Кемеровская область. Его соперник Дмитрий Шляхтин. Также Кемеровская область. Сейчас я расскажу поподробнее о спортсменах. Юрий Бердюгин, представитель города Кемерово, имеет спортивное звание кандидата в мастера спорта, является победителем первенства России. Его соперник Шляхтин Дмитрий, также представитель города Кемерово, имеет второй спортивный разряд. Ребята одноклубниками, оба занимаются под руководством Вадима Ешина. Так что, думаю, коль они не решили между собой, кто будет победителем этого поединка, мы сейчас будем наблюдать очередное противостояние тактик. Да, на ковре нету друзей. Ну вот, Юрий вперед выходит по полосе. Я думаю, тот фаворит это как раз таки Юрий Бердюгин. Да, он и по спортивному разряду более опытный, то есть он кандидат мастера спорта вроде второго спортивного разряда. И что интересно, они практически в один день родились. То есть, если Юрий родился 1 февраля 2005 года, у Дмитрия день рождения на один день раньше 31 января 2005 года. Помимо того, что и одноклубники, то есть практически ровесники день в день можно сказать родились. с улыбкой. Дмитрий выходит на ковер. Я думаю, эти ребята не раз даже в спаррингах на тренировках работали. На самом деле на соревнованиях это очень трудно против своего одноклубца драться друга. Но мало того, что ты его знаешь, немножко повыше Юрий. Вот попытка болевого приема. Я думаю, что вполне, да, вот мы видим первую досрочную победу на сегодняшнем турнире. В сегодняшнем соревновательном дне. Безусловно, соревнования четвертый день идут и массу интересных поединков, конечно. Было. А у нас пятая пара. Весовая категория до 70 килограммов эдуард пыльский против Евгения Мукаша. Эдуард пыльский представляет Кемеровскую область, является кандидатом мастера спорта и серебряным призером первенства России 2021 года. Занимается под руководством Раджабова Владислава Станиславовича. Евгений Мукаш представляет Тайскую область, второй спортивный разряд, является победителем первенства Томской области. В качестве хобби спортсмен из Томской области указал шахматы, кузбасский спортсмен свободное время проводит на рыбалке. Мукаш Евгений Синий представляет спортсменов спортсмен с красным пыльский дуар 2004 года рождения представляет команду стукбасса. Занимается один год является кандидатом мастера спорта. Лучший спортивный результат второй мест на первенстве России 2021 года. Тренируется под руководством Раджабова Владислава. Спортсмен Синий Мукаш Евгений он 2004 года рождения представляет команду Синий занимается один год имея второй спортивный радио. Является победителем первенства Синий Раджабова Тренируется под руководством Ютожина Танила. Оставь внимание Марс! Началась полоса препятствий. Есть! 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 Тренируется синий угол опережает но нет у красного попадания мяча По одному мячу метают спортсмены? По два мяча Если есть попадание то надо бежать не имеется ввиду то есть если с первого раза попал то второй можно не метать да? И дается бал о чем мы уже говорили то есть что Внимание марш Готовится Яков Денис Яков Датар sold Есть! 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 трав Есть! 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 Первый предложение распростран�� disclosed today он стоит у ноябре Итак, второй раунд. Сразу пошли в бой. Без разведки. Да, такой на встрече. Хорошее попадание. Да, да, да. И на встречных курсах такой хороший поединок. Это ногдаун, да? Да. Боудар в захвате. Слева. Нет, с правой руки. Да. Попал четко в челюсть. До кровотечения открылось. Ну вот, за 18 секунд нам говорит главный судья. Поздравляем Эдуарда и его тренера, который в данном поединке выступает в качестве рефери. Владислава Станиславовича Раджабова. И желаем здоровья Евгению Мукашу. Следующая пара, это заключительная пара среди юношей 16-17 лет. Весовая категория до 80 килограммов. Даниил Стрельчунов, представитель Томской области, спортсмен в красном, спортсмен в синем. Евгений Верман, представитель Кемеровской области. Даниил Стрельчунов, 2003 года рождения, занимается 5 лет, является кандидатом мастера спорта, а также бронзовым призером всероссийских соревнований. Занимается под руководством Данила Евдокимова. Его соперник из города Прокопьевска, занимается под руководством Николая Валентиновича Захаренко, также является кандидатом мастера спорта, также имеет стаж 5 лет. В качестве хобби спортсмен указал бальные танцы. По рукопашному бою, да. Лучший спортивный результат, победитель первенства России по рукопашному бою. Спортсмен помимо универсального боя выступает еще и по рукопашному бою. Ну, это близкие дисциплины, они несколько отличаются по правилам, и в рукопашном бою нет полосы препятствий. Там один раунд. Ну, я говорю, там есть различия в правилах. Универсальный бой более комплексная дисциплина и... Разнообразная, надо даже сказать. Более разнообразная, да, и здесь побольше свободы у спортсменов, нежели в рукопашном бою. Более разнообразная, да, и здесь побольше свободы у спортсменов. Работаем, работаем. Боец универсальный, право, по-настоящему идем. Счет встречи, но это перед Синий, четверо, право. Бол, Синева. Бол, Синева, бал, красный, устал, время, наоборот. Бол, Синева, бал, красный, устал, время, наоборот. Бол, Синева, бал, красный, устал, время, наоборот. Ну, что, завтра раунд. Ну, оба спортсмена достаточно опытные. Уже по пять лет у обоих спортивный стаж. И здесь спортсмен из Прокопьевска уже лидирует. Уже лидирует, да. Никаких активных действий в борьбе, к сожалению, не смог показать. Ну, тоже нужно сказать, на встречных курсах пока. Хотя раунд только начался, тут сложно еще пока о чем-либо говорить. Хороший удар слева зашел. Ну, и нет никаких активных действий. Там бойцы просто не хотят тратить силы на борьбу. Два явных ударника. Можно и так сказать. Что мне всегда нравилось в единоборствах, это то, что бойцы относятся к друг другу с уважением, да. Только, пожалуй, в единоборствах есть такие теплые отношения за пределами ринга между спортсменами, между противниками. Очень хорошая левая нога у бойца из синего. Ну, и здесь попытка, но безрезультатная. Вот как раз-таки то явное преимущество. О котором говорили. В 15-ти. Череда досрочных побед у нас образовалась. Третий поединок к ряду и досрочная победа. Ну, а у нас постепенно подходят соревнования к своему экватору. И сейчас на ринг выйдут женщины. Следующий поединок, наверное, один из самых таких ожидаемых на этом турнире. Спортсменка в красном, представительница города Прокопьевска. Кристина Алексеева. Мастер спорта России международного класса. Неоднократный чемпион мира. Призер мировых соревнований. Неоднократный чемпион России. Ее соперница Валерия Жуликова. Представительница Томска. Кандидат мастера спорта и победитель всероссийских соревнований. Занимается под руководством Ветрова Евгения. Кристина Алексеева. Занимается под руководством заслуженного тренера России Евгения Конзачакова. Вот мы видим Кристину на наших экранах. Прокопьевска, Семеновская область. Ей 24 года. Она занимается спортом один из лет. И является массивным спортом международного класса. Лучший спортивный результат чемпионка России с 2021 года. Ну это слукавил. Либо сама Кристина поскромничала, когда заполняла карточку спортсмена. У нее на самом деле очень много таких весомых наград. Она как раз входит в тройку наших, в золотую тройку, как говорит Евгений Валерьевич, наших спортсменов в универсальном бою. Мы сегодня, когда приехали работать на трансляцию, еще был пустой зал. Кристина уже бегла одна в пустом зале. Разминалась, готовилась. Хладнокровно. Сознанием дела. Что-то... Оба спортсменок что-то не пошла. Не пошел рукоход. Это может быть чреватым для Кристины. Я думаю, она отыграется еще сейчас. Да, досадное поражение на полосе, но разница штрафного времени, наверное, на 1 балл, да? Сейчас будет. Ну это так, на вскидку. Сейчас судьи озвучат. 14 секунд разница во времени, 1 штрафной балл. Жулькова Валерия пока ведет по раундам 1-0. Ну, как говорит Николай, сейчас мы все будем ждать, что все-таки Кристина отыграется и все-таки покажет свой класс. Вы занимаетесь вместе в одном зале, я думаю, что Кристина для многих из вас служит одним из ориентиров, да? Можно и так сказать. На 3 года старше Кристина. Кристина занимается 11 лет, спортсменка в синем Валерия Жуликова, 2,5 года занимается. Два балла Кристина проводит. Ну и... Удушающий. Выход на удушающий. Да, все. Насрочная победа. Всего лишь несколько секунд потребовалось Кристине, чтобы доказать, что проиграла полосу и ничего страшного. Поздравляем Кристину, поздравляем наставника Евгения Валерьевича Конзачакова. И высказываем свое бескрайнее уважение Валерии Жуликовой из Томской области. У нас начинается подгруппа мужчины. Весовая категория 60 килограммов. Рустамжон Нигматов из Алтайского края. Сергей Морозов. Кемеровская область. Кузбасс. Сергей еще юниор, но выступает уже среди мужчин. Рустамжон Нигматов, представитель Алтайского края, кандидат мастера спорта, чемпион Алтайского края. Занимается 4 года. Сергей Морозов занимается под руководством Евгения Валерьевича Конзачакова. Является мастером спорта России. 5 лет уже в этом спорте. Также на 5 лет он моложе своего соперника из Алтайского края. Сергей призер первенства России. Бронзовый призер первенства России 2021 года. По юниорам. По юниорам, да, я и говорю первенство России. Здесь он по мужчинам выступает. Для Сергея это в первую очередь опыт. И постепенно нужно уже вливаться в мужики. В мужиков, скажем, под группу мужчин. Потому что среди мужчин выступать это совсем другое дело, нежели по юниорам. Быстрее Сергей оказался на змейке. Он очень быстро полосу проходит. Ну вот это вот ты, скажем, очень быстрый, юркий. Да, еще вот эта юношеская быстрота осталась. Но может быть не настолько хватает вот какой-то ударной мощи, которая есть у мужиков. На самом деле я его очень хорошо знаю. Это одноклубник мой, друг. У него удар. Даже для его весовой. Очень хороший. Тяжело мне спорить с тобой. Я полностью доверяю твоему опыту, твоим ощущениям. Тем более то, что вы тоже не раз встречались. Вы вместе тренируетесь, вместе работаете. И целиком и полностью доверяю тебе в этом. Верю, что сейчас Сергей сможет продемонстрировать свою ударную мощь в этом поединке. Помимо универсального боя Сергей выступает так же и на соревнованиях по рукопашному бою, да, если не ошибаюсь? Выступал и по Панкартиону выступал. Тоже по мужчинам. Вот о чем мы говорили. Здесь мы уже вместо двух раундов будем видеть четыре раунда на ковре. Сергей очень быстро работает. И сразу слева заходит хороший удар в голову и справа в корпус. Еще слева пролетел один. Чисто визуально складывается ощущение, что Сергей недовеском, да, идет в этой категории? Килограмма два даже. У него недовес. Вот, хорошо, в голову достал немножко. Хотел пройти в ноги спортсмен в красном, и Сергей уже встречал. Замечание получает спортсмен из Алтайского края за удар колена. Бал, 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 действие. 0-2 перед синим. Закручиваем. Ходи, уходи, уходи. Вывешиваем. Очень грамотно работает. Сергей. Грамотно и быстро. Да. Быстро очень работает. И от борьбы хорошо контрится. Вот главное здесь сейчас не попасться ни на болево, ни на удушающий. Ну да, сейчас если поднимет, то... Расправился. Спортсмен из Алтайского края. Несмотря на то, что спортсмен из Алтайского края. Поддавливает, Сергей встретит и держит для себя комфортную дистанцию. Да, он все время встречает. Это его особенность. Ну, его выбранная тактика, да? Он работает всегда так. Второй раунд. Второй раунд за Сергеем. Минимальное преимущество пока. Все-таки надо еще все оставлять на следующий раунд. Да, дистанция совсем другая. Это еще даже половина поединка, можно сказать, не прошло. Сейчас будет только центральный, ну, как бы, средний, средний раунд. Секундирует Данил Катанаев, который тоже сегодня мы увидим его. Представитель города Прокопьевска. Итак, третий раунд. Очень быстрые удары такие. Я был броска. Слышно, что секунданты спортсмена в красном говорят, что не нужно уходить в борьбу. Такое ощущение, что как раз, мне кажется, были даны наставления, что нужно поактивнее идти вперед. Потому что именно это сейчас и делает спортсмен в красном. Он больше идет. Ну, а Сергея, мне кажется, он этого и ждет. Просто встречает и отходит. Ну, тут даже заметно, что у Сергея намного уровень в ударке выше. Попытка бэкфиста. Вот, Сергей зашел от красного. Ровненько по баллам идут. Опять-таки, уважение. У красного слетел шлем. Сергей не стал никаких действий проводить. Ну, в данном раунде пока ведет спортсмен в красном 3-2. По крайней мере, такая информация была от главного судьи. Сергею, надо сейчас больше двигаться и не давать борьбу. Работать так же, как во втором раунде. Мороза на полном раунде. Стоп. В последние действия болтинь. Болтинь. Замечательно. Работать. Болтинь. Болтинь. все-таки сергей тяжело с того что с красным весом тяжелее приглашаются Весенко Никитыча ревисов за карту остатки, внимание, матч четвертый раунд четвертый раунд бой есть 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 нет нет балл к синему работаем в сертическую красную один один боец с красного власть начал более активизироваться я думаю тут должно быть замечание красному потому что уход на колено сразу он уходит от ударов ну сейчас посмотрим какое решение примут судьи предупреждение получается красным синим за удар с окончанием находящегося в положении лёжа балл красным предупреждение получается красным за опасным лёжа обмен предупреждениями счет встречи 2-2 первая техническая пока у красного ну не пока в этом в этом раунде у красного в случае если раунд закончится с равным количеством он уйдет в пользу спортсмена у кого первое техническое действие это это да хорошо балл красным баллы собирать надо стоп хорошо балл красным 5-3 балл красным ну вот в этом раунде впереди спортсмены с красного угла сейчас хорошо синий встретил с левой 0 6-5 хорошо еще одно 30 секунд 30 секунд у нас осталось 6-5 впереди спортсмен из красного угла сергея вот за 30 секунд дано 2 балла иначе раунд уйдет в ту сторону оба уже спортсмена подустали маленько да дистанция конечно 4 раунда на ковре это очень серьезно сейчас будет решающий раунд счет встречи 2-2 по раундам и сейчас сергея нужно во что бы то ни стало доказать так сергей надо сейчас очень сильно активизироваться работать первым номером именно меньше застаиваться так а так здесь уже и шлем слетел попытка болевого а давайте технические действия какие были по удару опять красный забрал первое техническое и пока 1-1 решающий раунд перебивать надо да именно первым номером работать и не пускать в борьбу вот вот сейчас было попадание сергей обоих спортсменов было по балу сейчас 2-2 ух ты 2 балла проиграл и сейчас попытка болевого 4-2 спортсмен из прокопьевска проигрывает сейчас кто выиграет этот раунд выиграет весь поединок минул до конца балл красный боксов на крючок 5-2 5-2 5-2 видно что оба спортсмена уже устали плюс еще разница в весе дает о себе знать болевая опять болевая 30 секунд осталось до конца этого раунда как и всего поединка тяжело будет конечно еще и болевой прием сейчас сдача по крику поздравляем спортсмена из алтайского края ну и сергею желаем здоровья и поднабраться поднабрать наверное физики массы для того чтобы в полной мере все таки выступать по мужчинам у нас следующая весовая категория до 70 кг с константин константин швецов томска область первый спортивный первый спортивный разряд является призером первенства россии тренируется на старт ну вот поехала полоса по змейку быстрее прошел сергей рукоход быстрее прошел нету попадания у константина швецова сейчас послушаем судья скажет готов не первый кто то кто а но где по кто по среди красный значит у красного было попадание 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 Приглашается Новиков, Ансим Акулов, Желфлан Готовится Пашков, Гетослав, Чупер, Никита 1-2 2-3 4 5 2 балла Хороший бросок от Сергея Иванова Бой 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 И еще у него очень сильные удары Мужики до 70 кг тут иначе быть не может Там рассечения Скорее всего Красного Большая сечка под глазом Технический нокаут Да Ну что ж Поздравляем Сергея Иванова с золотом Ну а Константину Швецову желаем скорейшего выздоровления К нам сейчас Присоединяется Заслуженный тренер России Президент Федерации универсального боя Кемеровской области Евгений Конзачаков Евгений Валерьевич, приветствую Добрый день Евгений Валерьевич, ну вот пока у нас есть пауза Пока есть пауза Ну поделись впечатлениями Четыре дня идут соревнования Расскажи Как Получается Не получается В этом году Кто приехал Ну более подробно Расскажи о соревнованиях Регионов приехало много Но У нас как-то традиционно Так получается Что осталось А у юношей Которые у нас Проходят на втором ковре Есть Из других регионов То есть Новосибирск у нас там есть Выиграл парень Стал победителем Есть Горного Алтая Выиграл парень Как бы там биография Развернутый У старших Остались К сожалению К финальным поединкам Опять Это три основных команды Это Кузбасс Алтайский край И Томская область Ну и один там у нас парень Есть с Иркутска С Челябинской области У нас был спортсмен А в Челябинске Еще спортсмен был Да Сегодня у нас Проиграл он Я видел свой поединок Хорошо все выступают Очень нравится мне в этом году Подтянулась команда Алтайского края Особенно Среди мужчин Неплохую команду Они привезли Заряженные ребята То есть В тех весах Где у нас Так скажем Не было таких основных Спортсменов Вышли в финал Смотри Одни их ребята Да Мы об этом и говорили То что не одно Противостояние Именно между Алтайскими спортсменами Мы сегодня увидели Среди мужчин Даже вот Последняя пара В которой выступал Иван Соловьев Очень яркий поединок И много досрочных Завершений От Алтайских спортсменов Достаточно яркие Поединки показывают Да В этом году Они привезли неплохую команду Обкатанную То есть Мы своих Соответственно Основников Не стали выставлять Они их привезли Но ничего страшного Потому что Единственный меня горчок Почему-то Сергей Морозов В этом финале На своем поединке Как-то то ли поднаелся К концу года То ли что Простоял просто бой Сережа не узнать Он вообще просто не работал По большому счету Но он работал По сути первые два раунда А потом Да Он и первые два раунда не работал Я следил за поединком Иванов Сергей молодец Как раз он Он только заходит у нас Мужчина Это Брат Александра Трескина Нашего знаменитого То есть Сергей То есть показывает ту же работу В принципе Есть у кого У него поучиться Как говорится Сережа молодец Стал победителем Все российских соревнований Кристина Алексеева Кристина Алексеева Ну и Кристина Ожидаема Надеюсь и от Халима Будет ожидаема Потому что это Вот только два основных Которых мы выставляли Разрешили выступать Международникам Соответственно Заслуженным мастерам спорта И многим мастерам спорта Мы не разрешили выступать На этом турнире Чтобы ребята могли Выполнить В некоторых весах Мастерах спорта Угу Пока в целом Так я смотрю Как бы Наша команда тоже Ну по юношам Однозначно И 12-14-14-15-16-17 У нас Это Уже однозначно Там первокомандное место По мужчинам Будем считать Будем смотреть Ну пока вроде так Команда в целом неплохо выступает Но посмотрим Еще бои остались Угу Ну а вообще Вот Я В течение Трансляции Уже говорил о том Рассказывал немножко Об истории турнира Ну и говорил о том То что Если последний раз В 2019 году У нас Едва набралось Немногим Более полутора сотни Спортсменов То в этом году У нас более 250 И турнир растет И руководители федерации Из города Москва Говорят о том То что цель Поднять турнир Еще больше До 500 спортсменов Довести Какие планы В этом ключе есть У федерации Универсального боя Кемеровской области Да турнир разрастается Он еще разрастается За счет того что мы взяли На себя еще Другие три возраста А поэтому еще Народу побольше То есть В тех возрастах Соответственно так же Приехали отборочные Сборные команды Своих регионов Турнир Чтобы довести Его можно довести До 500 человек Можно даже И больше Просто Ну надо будет Понимать Что надо выходить С этого зала Со дворца спорта Дельфин Потому что у нас сейчас Тяжело По правилам И покрасивше Чтобы конечно Всегда ставил ринг Надо ставить Если доводить До такого количества Людей Как мы сейчас ездили В Домодедово Там был ринг И было два ковра Поэтому надо будет Тогда выходить С этого зала И уже Ну решать Организационные вопросы Вопросы Но между тем У нас 14 пара Весовая категория До 85 килограммов Александр Деговцев Или Деговцев 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 Томская область И Клементий Янушонок Кемеровская область Кузбасс Александр Деговцев Томская область Занимается Четыре года Имеет Спортивное звание Кандидат Мастера спорта Является Победителем Первенства России Среди юниоров Его соперник Клементий Янушонок Представляет Кемеровскую область Занимается Под руководством Николая Захаренко Лучший спортивный результат Не указан Так же Как и не указано Спортивное звание Он Янушонок Выполнил норматив Кандидата в мастера спорта У нас на чемпионате Кемеровской области Отобрался в сборную Не записал Стал победителем В этом году Он был победителем Поэтому Он находится в составе Кемеровской области Да Мы уже говорили о том То что Учитывая что Спортсмены Выступают в финале Всероссийских соревнований Ну это не просто так Это уже о чем-то говорит Все они прошли Достаточно серьезный Отбор И на чемпионате Кузбасса Ну если спортсмены Из других регионов Соответственно Свои отборы Какие-то прошли Чтобы сюда приехать И прошли Путь До Финала Здесь уже В Прокопьевске Ну вот Смотрим второй раунд Не слышно было здесь Кто По полосе Попедил Ну а во втором раунде Вот Клементий сразу Пошел вперед Но судя по тому Что его соперник Александр Деговцев Более опытный Он сразу сконтрил И Провел Хороший бросок Хороший бросок Проиграл два балла Сейчас Да Надо работать на дистанции Надеюсь ему сейчас подскажут На середину На середину Граница 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 Да И вот здесь Ну то же самое Еще два балла Причем начинает Та же ошибка Что Сергей Морозов Сегодня была Чем то я не знаю Зачем они начинают Первый удар Бить ногой Отдают сами ногу На эти подхваты И здесь отсчитывают Нокдаун Ну если в таком ключе Поединок будет продолжаться Он не Пройдет всю дистанцию Здесь конечно сказывается Колоссальная разница В опыте Между спортсменами Ну сейчас Климентий Не заправляет Многих к сожалению Чтобы провести удушающий прием Надо И руху завести И ножки заправить Сейчас недалеко Было до второго нокдауна И по правилам если бы отсчитали второй нокдаун это Это Уже все Было бы закончилось Но я думаю Климентий Пока еще не дорос дали Но тем не менее Это Это очень Хороший опыт Выступление на таких соревнованиях Спортсмен по крайней мере Увидит Ошибки Увидит точки роста Куда Куда Дальше Расти Над чем Работать В любом случае Выступление на таких турнирах Открывает Перспективы Стоп 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 На ковре Девять Висы Саша Приезжать надо Контрид Выше Бой Пошел Все Иди Руку на барыш Девять Руки Стойте Назад Руки Руки назад Три Четыре Пять Стоп 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 Получилось Надо было Клименте сейчас забирать еще руку Под себя подбирать И тогда бы этот задушающий прошел Перерывист Много было сегодня таких моментов Когда Вроде Вроде Ну немножко чего-то не хватает Бой Прошел Прямой Навстречу Стоп Ну вот Александр Деговцев нащупал такую Точку где Клименте Слабое место Клименте И Уже не первый раз пытается воспользоваться этой возможностью Клименте 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 Приличным Счетом 12-4 Да не хватает ему еще и функциональной подготовки Потому что Не выдерживает Я думаю Посмотрим конечно как будет дальше Даже сейчас видно что он дышит очень тяжело Клименте Клименте Работает Работает А здесь на финальной дистанции Спортсмены Помимо полосы еще 4 раунда работают на ковре Поэтому Функционально Должны Быть готовы Гораздо Более Серьезно Нежели В Рукопашном Бое Сейчас Клименте Сделал хороший бросок Перевел Ну Видимо С секундантами Обсудили Раунд Какие то выводы Может быть сделали Ну Вот можно сказать Сглазили Да Предупреждение За уход От ведения Поединка И нокдаун И нокдаун Тут и не нокдаун Подсчитывали По большому счету Сейчас должны наказать Дать предупреждение Красному Предупреждение Синим И предупреждение Красному Ну Устное предупреждение Делают Бойцу в красном А вот зацепил Справа Два балла Бросок Клименте Стой Среди Наши Внимание На середину Внимание На руках Давай Оторвался Крути Крути Четыре Четыре Молодец Раз Два Стой Как ты работаешь Не Не лезут дальше В борьбу Ждут чтобы подняли В стойку Спортсмены По кого там раунды сейчас Клименте ведет Да Ну не будем забывать что Это только третий Раунд Впереди еще два А функционально мы видим то что Клименте начинает дышать На середину На середину Бой Лучше Встречаем Заходи Встречаем сразу Волга Сразу Встречай Вотвечку Вотвечку Воткань Балгаз Пошло забегание врушающий, не взял опять, прихватил тут шею до конца, руку забрал, а шею не взял, вот хорошо слева зашел, красный по корпусу отработал, сейчас послушаем, какой счет, ну вот раунд Клементий выиграл, сейчас Клементий также будет работать в четвертом раунде, то возможно потом если ничего не случится, если функционально все-таки выдержит, то и может выиграть с поведением. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Идет раунд, счет по встрече, один-два раунда для детей. Замечание. 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 почти надо пониже было сейчас ну вот вроде захватил сейчас были нет нет не получается блокировка шеи сразу от красного вот хорошо зашел забирай-забирай шею сейчас сделать ноги надо заправить не заправил ноги до нету там удушающего не воспользовался ситуации но возможно немножко сбил настрой у александра деговцев и возможно удастся сейчас и дальше да функционально не хватает конечно климентию работать такую длинную дистанцию это видно да 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 я только хотел сказать то что александр деговцев тоже видно как тяжело дышит судья уже тяжело тяжело идет поединок запрещенный удар да нет он начал бить по затылку то что универсальному по затылку по темечку по верхней части хотя мог выглядеть бой но функционально нарушил третий раз правила да ведут дисквалификации климентий мушонка победу одерживают спортсмены с томской области и становится победителем да ты вот там главный судья еще до этого маленько и пожалел потому что мог уже в той ситуации когда он сам упал то есть тоже могли уже дать эти предупреждения что смогло быть раньше далее возможно он опять 90 килограммов пятнадцатая пара предпоследняя пара Данил Катанаев Кузбасс Михаил Батронча Томская область Данил Катанаев занимается под руководством Николая Валентиновича Сахаренко представитель Кемеровской области имеет разряд кандидата мастера спорта 5 лет стаж 20 лет спортсмену спортсмен из Томска Михаил Батронча 2000 года рождения также занимается 5 лет имеет звание мастера спорта России лучший спортивный результат бронзовый призер чемпионата России занимается под руководством Евгения Ветрова что ты можешь сказать об этих спортсменах ребята уже встречались между собой на томской земле Михаил тогда был в отличной форме Данил еще тогда только заходил мужчина и Данил проиграл после этого Михаил стал призером на чемпионате России правда выступал на другой весовой категории сейчас поднабрал он отслужил недавно прошел в службу пришел в свою службу поднабрал там подраскачался поднабрал если хочет обратно мы с ним разговаривали хочет вернуться обратно в свою весовую категорию это 85 ну или вообще уйти в 80 кг посмотрим как сейчас настроился Данил Катанаев Данил тоже поднабрал свой опыт уже то есть за это время за этот год которого пока не было Михаила тоже он служил в армии хотя Михаил там в армии тоже выступал посмотрим главное чтобы Данил тоже выдержал функционально потому что на чемпионате 5 раундов он был очень тяжелый функционалки ему там маленько не хватало Миша в этом плане маленько позаряжь меня надеюсь что сейчас Данил играет ну и опять же не нужно забывать да то что Данил у нас с рукопашного боя и функционально да как мы уже не раз сегодня говорили спортсменам которые из рукопашного боя функционально им тяжеловато работать 4 раунда секундирует Данилу еще один Данил Данил Широков член сборной России по ММА Данил повыше да? да немного повыше Данил до роста Миша будет на цели на борьбу это его основное да Данилу надо постоянно с ним дистанция Данил знает как с ним работать они встречались уже главное чтобы он включился и сделал всю эту работу как меняет стойку Данил Миша надо работать не стоять надо работать пробуй встречай сразу сыпать хорошо было техническое действие? пока было техническое действие? нет там все удары прошли в руку но Данил пока делает все правильно ему и надо в этом режиме работать с Михаилом все правильно подсказывает вот хороший удар сейчас нужно еще отсчитывать все правильно Данил что стоишь? кстати у Михаила была до этого сломана челюсть на одних соревнованиях да и все я устал продолжать там что-то хотел сказать был перелом челюсти да дабы сохранить здоровье это я думаю абсолютно правильное решение не одна медаль ни одного чемпионата наверное ни одного турнира не стоит здоровья Поздравляю Катанау Данила с выполненным мотивом мастера спорта да и впереди у нас остается наверное последний на сегодня поединок это тот поединок о котором я уже говорил в самом начале который проводится по круговой системе и здесь мы увидим Абдул Халима Дживатханова в синем углу он будет и его соперник Владимир Копылов также представитель Кузбасса будет в красном углу Владимир Копылов представляет город Кемерово занимается под руководством Владимира Евшина серебряный призер всероссийских соревнований кандидат мастера спорта достаточно возрастной спортсмен 36 лет ему 85 года рождения ну Абдул Халима мы сегодня уже представляли мастер спорта России международного класса это звание им получил удостоверение да вот на этих соревнованиях является чемпионом мира 2018 года и также достаточно богатую может похвастаться достаточно богатой медальной копилкой кстати Абдул Халим сейчас выиграл еще и кубок мира по боевому самбо то есть он сейчас также является членом сборной России по боевому самбо это единственный человек который ну в том году он разрешили ему от федерации состоять в двух видах Абдул Халим Готовы спортсмен Представляю спортсменов спортсмен в красном Копылок Владимир В 1980-го года рождения представитель команды Кемеровской области города Кемерово Спортсмен занимается два года является кандидатом на северной спорта лучший спортивный результат 2-м местных российских соревнований тренируется под руководством Ешина Радима спортсмен Синий Каваткаров Абдул Харик он в 1998 года рождения 13 лет разница между спортсменами опыт против молодости как бы тут сказать ну да да я утрирую конечно же Абдул Халим более титулованный более опытный спортсмен уже не прошел у него рукоход он же вроде наступил послушаем результаты прохождения полосы должен был успеть потому что разница вроде небольшая там в разрыве да мы сегодня были свидетелями того как неудачное прохождение полосы сказалось на результате всего поединка что вообще Халим выступает не в этой весовой категории когда он ну так скажем здесь он просто не стоит гонять на основных стартах чемпионата России чемпионата мира Европы который он убирается он наступает в самой категории 95 кг а рабочий вес а рабочий вес какой ну сейчас он взвешивался там 102 поэтому не стали просто гонять потому что здесь как бы уровень соревнований а так составе сборного и числится у нас 95 Антон у нас 90 а Халим 95 кг был период когда мы Антон записывался в 95 специально чтобы Халим тоже был 90 кг один период чтобы разойтись да чтобы разойтись тогда Антон попал в сборную в 95 как раз тот мир он потом проиграл за своего голеностопа то что прямо на чемпионате мира во время разминки прорвался голеностоп ну и заключительный на сегодня поединок смотрим думаю обещает быть ярким Халим первый бой продышался посмотрим как сейчас пока смотрит соперника он не знает с ним до этого не встречались никогда да вот советую слоу начинать обаиваюсь опа опасно было да и видно было то что Халим понимал что может бросить на боится Копылов Копылов свой первый поединок против Никиты выиграл или не видел их не боится честно кто там выиграл победитель в этой весовой категории будет определяться по количеству побед пока сейчас на данный момент у Абдул Халима есть одна победа и соответственно если он выиграет этот поединок он станет победителем да вроде бы выиграл Копылов насколько балл заработал у Абдул Халим у него нога близко и пробей и ручки сразу и ручки сразу отдать надо блок удар Вова через двоечки прошел осторожничает Копылов Владимир боится да Халим сегодня тоже так что-то играется ничего не делает больше выжидает вот зашел справа хороший удар и прям рубка началась еще три балла да в конце раунда да вот у ребят по круговой системе которые работают у них их дистанция идет три раунда а не пять как у мужчин которые работают по олимпийской системе ну да потому что вес он получился у нас вот этот единственный вес тяжеловесов не мастерский то есть они работают по круговой системе ну даже если бы он был мастерским их бы не получилось здесь убрать потому что Халим тут пока всех ногу выше ну как я уже и говорил не не мастерами спорта международного класса просто так не становятся لا предлагают а даже возьмите ум я все рука на этом закончился бой поздравляем абдул халима но на этом наша трансляция заканчивается я с вами прощаюсь всего вам доброго до свидания